Жизнь связывала с программированием, но я не хотел связываться. Чем ты им занимался? За год прошел путь от стажера до уже руководителя фронтенд-отдела. Ты что-то такое гениальное сделал. На самом деле несколько факторов сложилось. Быстрее, дальше, сильнее и так далее. Как появилась эта идея? Людям нужен наставник, им нужна обратная связь. Обычно рекрутеры задают один вопрос. Первый, расскажи о себе. Я хочу его задать тебе тоже, несмотря на то, что ты давно, видимо, уже не ищешь работу, а скорее нанимаешь людей, помогаешь им в какой-то степени устраиваться на работу, на новую, строить карьеру. Но, тем не менее, расскажи о себе. Слушай, попробую кратко. У меня бэкграунд разный, разные работы, в основном технической. И последние 8 лет я занимаюсь, уже на самом деле даже 9 лет я занимаюсь IT. И именно я был фронтенд-разработчиком изначально. И от этого у меня и пошло все мое развитие в IT. То есть, как я полюбил веб-разработку, выучил JavaScript, стал фронтенд-разработчиком. После этого поработал в паре компаний питерских, достаточно больших таких стартапах. Набрался опыта. И после этого мы вот с моим другом-партнером Димой сделали сначала веб-студию IT Loft. Параллельно мы начали делать лоу-блог. И это было как изначальная идея, что блог, продвигающий нашу лоб-студию. Но очень быстро это выросло совершенно на другой проект, который стал отдельной жизнью жить. И потом уже из лоу-блога вышла наша школа Loft School. Вот, то есть, краткая история такая. То есть, уже больше пяти лет мы занимаемся онлайн-образованием. Обучаем IT-профессиям. Это веб-разработка, веб-дизайн, интернет-маркетинг и разработка мобильных приложений. Мы с тобой позже поговорим о том, к чему вообще идёт онлайн-образование сейчас, какие тенденции и прочее. Хотелось бы вернуться чуть-чуть назад, вглубь, можно так сказать. Вот когда началось твоё знакомство с программированием? Это была какая-то история из детства, не знаю, компьютер, любовь и всё такое? Или это уже какая-то более зрелая история? Вот расскажи, что было перед тем, как ты в университет поступил, например. У меня вообще школа и жизнь связывала с программированием, но я не хотел связываться изначально. То есть, я думал, что это что-то такое. Мне нравилось играть в компьютерные игры, я был геймером достаточно долго. Но потом, когда начался подростковый возраст, мне это всё как-то сразу резко надоело. Я подумал, что всё это скукота, лучшая реальная жизнь и так далее. И у меня была возможность поступить в ITMO, потому что у меня школа была с этим связана. Но я специально решил, что нет, хочу пойти во что-то другое. Я пошёл в Институт технологии дизайна наш питерский. В итоге всё пришло к тому, что всё равно судьба меня связала с программированием. То есть, у меня было и в универе программирование, но это было программирование не веб, а микроконтроллеров, роботов. И, соответственно, это меня кое-как, на самом деле, посредственно интересовало, потому что я потом открыл для себя, понял, почему нет, почему меня это не затрагивало никак. Потому что преподаватели в университете и в школе, им как-то не удавалось передать всю ту крутость, что есть в программировании. И поэтому я думал, что это реально что-то такое скучное, смотрел на этих людей и не хотел быть такими, как они. И потом уже в осознанном возрасте, когда я работал инженером на заводе, то есть как раз-таки с микроконтроллерами, с роботами, я начал сам заниматься самообразованием, смотреть видеоуроки, книги какие-то читать. И начал попадать в основном в ютюбе на разных молодых интересных учителей, которые рассказывали так круто, так зажигали, что я понял, вот, черт возьми, это же реально клево, здесь есть и рок-н-ролл, и вообще это классно. Ну, то есть, что современные веб-разработчики, есть же такая фраза, это как рок-звезды современные, да? То есть они делают очень большие вещи и меняют мир. И вот это вот все меня поглотило, вдохновило и вот до сих пор не отпускает. Да, я даже, готовясь к этому интервью, смотрела парочку таких видео с твоего канала и вообще. И помню там историю с учителем по информатике какую-то интересную, что вы там вместе с твоим другом, неразлучником, скажем так, и партнером по бизнесу, вы подготовили сайт, который учительница не признала, вы его сами готовили, да? В общем, и... Да, было такое, это вот как раз мы ходили в 10-11 классе на курсы в университет ИТМО, и нужно было сделать свои первые сайты. Дима сделал, по-моему, про группу Sleepknot, то, что он тогда слушал и любил, а я сделал там про рэпера, Чинге, такой рэпер был, то, что мне тоже нравилось. И мы сделали, вообще вложили всю душу, реально, ну, прям старались. Конечно, это был дизайн, знаешь, в стиле, когда сейчас показывают дизайн из 90-х, очень кривой такой, самодельный, там была верстка на таблицах. Вот, но все-таки мы это вложили туда душу и сделали сами. И преподавательница прям забраковала, поставила нам какие-то плохие оценки и подумала, что мы украли. Вот, хотя мы все сделали сами. И это было, конечно, такое, просто воспоминание такое, что тоже не оценили. И, знаешь, вот эта вот энергия, энергия потом, когда, если тебя где-то не оценили, ее круто трансформировать в, знаешь, такое желание, типа, я вам еще докажу. И ты как-то начинаешь с удвоенной силы учиться и впитывать знания. Вот у меня, по крайней мере, это так. Да, вероятно, твоя ученица смотрит теперь ваш блог и думает, эх, я была на кроват. Ты сказал, что ты работал в нескольких стартапах, чем ты там занимался? Я пришел туда как стажер-фронтейнщик в первый стартап. То есть я начал сразу, это была достаточно большая компания сразу, это такая социальная сеть, она не самая популярная, но на тот момент она ходила в топ-5. Ты не хочешь имена называть? Не хочется, да, называть, на самом деле, вот, просто чтобы не делать такую, какую-то рекламу, вот. И, соответственно, мне повезло, то есть я попал в огромную компанию сразу, знаешь, где там, одних программистов, человек 700 было, то есть там пару этажей, то есть я сразу попал в такой мир, и, знаешь, я парень из другого мира сначала был, то есть я работал на заводе, тут я попал сразу в IT-компанию. Я, ну, максимально быстро старался все впитывать, но, конечно же, где-то не был еще такой быстрый, как там люди, кто меня учил и кто уже давно программирует. Соответственно, потом я стал просто фронтейнщиком, и перешел уже потом во вторую компанию, где я поработал, там, буквально, наверное, месяц фронтейнщиком, а потом стал руководителем фронтейн-отдела. Вот, он был небольшой, но, соответственно, достаточно быстро, то есть я где-то за год прошел вот путь от стажера до уже руководителя фронтейн-отдела небольшого. А как так получилось? Может, ты что-то, 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 это стечение обстоятельств, или ты что-то такое гениальное сделал? Как ты так делаешь? Я думаю, это точно, я не считаю себя каким-то гением, но просто есть какие-то, наверное, способности. Я всегда делал свою работу хорошо, старался, по крайней мере, и когда я упирался в какой-то потолок, я хотел делать больше, и, соответственно, это естественным образом. Либо мне предлагали повышение, либо я уходил и занимался чем-то другим. Несколько факторов сложилось, которые меня вот прям замотивировали вот тот год очень сильно работать и вкладываться. А подробнее? Личная история, но можно ее рассказать кратко. В общем, меня почти одновременно уволили с одной... Ну, вот, единственный раз меня уволили, когда уволили с работы за то, что... Как бы мне объяснили, что ты молодец, все круто, но, типа, ты не успеваешь сделать столько, сколько мы хотим. Ну, короче, так обосновали. Хотя я реально выкладывался на полную, работал даже после. И одновременно меня еще и бросила девушка тогда. И все это было в один момент. И, типа, и мне, грубо говоря, бросили, ну, с таким термином в стиле, ну, ты же, типа, у тебя денег нету, что делать? Ну, типа, какие у тебя перспективы? Вот. И это было так, ну, то есть все одновременно, неприятно. И, естественно, я там немного погрустил, там, ну, на самом деле, недолго, где-то, там, пару дней. И просто начал вот эту энергию, как бы, вливать в то, что мне нужно развиваться и чего-то добиться, чтобы, грубо говоря, на тот момент мне реально хотелось доказать людям, что, типа, ну, вы зря меня не оценили. Вот. А так, сейчас, как бы, мне этого доказывать никому не хочется, но я эту энергию все равно стараюсь сохранять. Такой, знаешь, какой-то здоровый спортивный интерес. Вот. То есть мне хочется, типа, быстрее, дальше, сильнее и так далее. Расскажи о своих бизнес-начинаниях. То есть ты работал вот на наемной работе, и я знаю, что до того, как начать IT-лофт, у тебя с твоим другом, да, и партнером, у вас были какие-то еще начинания, но которые не были такими успешными. Ну, буквально вот в перечислениях расскажи об этом. И у меня, и у Димы были и проекты, где мы делали не вместе. То есть был у меня проект, который... В общем, это была идея. Сейчас такие стартапы уже есть. Что-то типа онлайн-сервиса по общению с native-спикерами. Кто владеет каким-то языком, ты с ним соединяешься и начинаешь практиковать язык. Вот такая была идея. Еще больше, где-то, уже лет, наверное, 10 назад я пытался ее реализовать. Вот такой был, типа, стартап небольшой. Который в итоге не запустился нормально. Потом у Димы были свои опыты бизнеса. Потом мы вместе пробовали сделать несколько интернет-магазинов. Интернет-магазин одежды, интернет-магазин обуви мы делали. А, интернет-магазин орехов мы делали. Орехов и разные. Причем, кстати, вот он... Мы его закрывали с грустью небольшой, потому что люди нам звонили, хотели, покупали, но мы понимали, что мы не успеваем делать и то, и то. И выбрали просто именно в сторону школы. И вообще, ну, веб-студия у нас, соответственно, была тоже. Ее нельзя сказать, что она неуспешная. Она приносила нам деньги. Это первый, наверное, бизнес такой, который уже поставил нас на ноги. Но веб-студию мы тоже в итоге закрыли. Именно из-за того, что... С грустью, но потому что решили сделать выбор в сторону школы. Поняли, что сочетать несколько бизнесов одновременно и туда и туда выкладываться на все сто, на тот момент было сложно. Хотя до сих пор мы такую теплую надежду держим, что, может быть, когда-нибудь бренд IT-лофт, веб-студия наша, мы оживим. Может быть, под каким-то новым соусом. Расскажи тогда, как появилась эта идея. То есть сейчас это такой вот основной, единственный бизнес у вас. Это школа программирования. Как пришла ее идея? Я знаю, что это как-то было очень, скажем так, натурально. Ну, то есть оно как-то само сложилось. Расскажи. Да, слушай, это было очень естественно. Ну, соответственно, у нас была веб-студия IT-лофт и был лоб-блог. То есть наш блок по обучению программирования, веб-программирования. И мы выпускали уроки. Сначала у нас была планка, представляешь, типа один урок в день. Вот прям жестко. Мы приходили после работы и ночью писали. Вот типа кровь из носа, лечь там в 2 часа ночи, в 3 часа ночи на урок записать. Вот такая планка у нас была. И мы ее делали, делали, делали. И, соответственно, очень много уроков. Сейчас в новоблоге уже больше 1300 видеоуроков одних. То есть это еще есть в интервью и так далее. Соответственно, мы писали эти видеоуроки, и очень быстро пошла обратная связь, где люди хотели больше, больше. И прям требовательно очень. То есть, что типа, ребята, вот здесь углубитесь, здесь. То есть такая как бы нормальная и критика, и нормальные пожелания, что люди хотят. И, соответственно, начали приходить сообщения в личку, что, ребята, а сколько у вас стоит, чтобы вы меня прокоучили, типа, ну, я вам деньги заплачу, а вы меня научите. И таких сообщений начало много поступать. Сначала мы говорили, ну, типа, извините, у нас времени нет и так далее. А потом мы поняли, блин, если люди хотят, и людям нравится, то давайте сделаем для них курс. Понятно, что индивидуально это, ну, у нас нет времени, но мы попробуем сделать максимально крутой курс, где все свои знания поместить в один курс и научить людей вот всему, что мы умеем. И сделать это максимально классно, максимально подробно, максимально практично, и вот от души, то есть как мы любим. И первый наш курс, он шел три с половиной месяца, по-моему, что-то такое, больше трех месяцев точно. И стоил очень дешево, в районе, там, что-то двух тысяч рублей, что-то такое. И мы набрали первую группу, то есть запустили, и увидели, что, ну, люди захотели, пошли. И когда мы начали это делать, во-первых, конечно, то есть это было такое очень впечатление классное, знаешь, что там начали поступать первые деньги онлайн. То есть раньше мы делали много, как бы, бизнесов, но все равно чаще деньги поступали вживую. То есть мы приходили, там, договаривались, и там, с той же веб-студией, где люди нам деньги передавали, либо на расчетный счет переводили, либо тут, либо вживую, да, наличкой. А тут начали, то есть маленькие, небольшие платежи, но идти, там, часто на курсы, где люди начали деньги. И мы такие увидели, о, ничего себе, то есть пошло. И поняли, что когда провели первый курс, этот трехмесячный, что это большой пласт работы, что есть, что улучшать, и очень многое. И, соответственно, вот так и понеслась, начали улучшать, улучшать, улучшать. А авторами курса были вы же, да? Да, то есть первый курс вело четыре человека. Это вот Дима, я, наш третий сейчас учредитель и партнер, Вова Сабанцев. И еще был четвертый человек, который с нами тогда был веб-студии, он был PHP-разработчиком, и, соответственно, он тоже тогда вел с нами уроки. Потом он покинул нашу компанию, решил уйти, ну, продолжать карьеру программиста именно. По-моему, он в Касперском сейчас работает или где-то. Вот, но изначально вот мы вели вчетвером. А потом начали как-то просто подтягиваться люди очень естественным образом. То есть мы только сейчас начинаем какую-то систему выстраивать по поиску преподавателей. А так это все было очень естественно. То есть люди видят, пишут сами, типа, круто, нравится, что вы делаете, мы встречаемся, общаемся, предлагаем присоединиться к нам, и люди присоединяются. То есть очень естественно было. Как ты вообще относишься сейчас к университетскому образованию после того, как ты, ну, погрузился, понятное дело, в онлайн. Вообще нужно вот в 2018 году, не знаю, вот скоро 2019, обычный университет. Ну, скажем так, для кого это может быть нужно обязательно, но вот я имею в виду, что именно для айтишников, для программистов. Слушай, я уважаю классическое образование, но я считаю на данный момент все, что я видел в классическом образовании, я считаю это неэффективным. Вот это лично мое мнение, то есть кто-то может со мной не согласиться, но все люди, с кем я общался, из разных университетов, даже очень классных, и что я сам прошел, точно есть люди, понимаешь, которые попадают в топ вузы, это как там в Америке, Оксфорд, а у нас там ИТМО или СВБГУ, что-нибудь такое. Конечно, туда попадают люди точно одни из лучших, потому что их просто отсеивают на входе, это факт. И то, что там такая концентрация умных людей, это тоже факт. Но насколько классно им преподают, и что именно то, что им преподавали в университете, повлияло на их карьеру, да? Ну, то есть, грубо говоря, тот же Дуров, он учился в СВБГУ, и это его, ну, СВБГУ его таким сделал, или он сам таким был гением? Мне кажется, второе, он сам таким был гением, а не СВБГУ. Соответственно, просто что я видел, что современное образование университетское, оно очень сильно отстает от реальности. То есть, учат тому, в лучшем случае, что было пару лет назад. И пока они пишут новую программу и пытаются переделать, во-первых, они сталкиваются с недовольством и каким-то, ну, знаешь, такой стеной непонимания от преподавателей, потому что они, преподаватели, находятся уже, можно сказать, в другом поколении, в другом мире, и им очень тяжело переучиваться, изучать какие-то новые технологии. Потом им у них уходит очень много времени из-за бюрократии, на переделку программы, на, соответственно, вот все это обучение, на борьбу с преподавателями. И мне кажется, еще то, что у них нет вот такого, знаешь, прям подхода на результат. Не у всех университетов это есть. То есть, очень много, к сожалению, не знаю, как в других странах, в России точно есть взятки и так далее, знаешь, такие вещи, то есть, когда тебе могут за взятку написать или выдать диплом. Вот поэтому вот эти вот три фактора, мне кажется, преподаватели, которые тяжело идут на перемены, программа, которая отстает от реальности, и, как бы, так сказать, корректно... Коррупция, да. Вот все эти три вещи, мне кажется, не очень хорошо влияют на итоговые результаты. То есть, мне кажется, гораздо больше людей теряют время в университетах, чем они могли бы, возможно, это время потратить на что-то другое. Вот. Как-то так, я думаю. Да, еще и бюрократия, которая должна же... Они же должны утвердить программу и прочее, прочее. В чем особенность, в чем фишка вашей платформы по обучению? В сравнении, не знаю, с Курсерой, с Udemy, с другими огромным количеством обучающих платформ, в том числе есть отдельные платформы, которые обучают программирование. В чем вы отличаетесь? Наше главное преимущество — это, конечно, YouTube и то, что мы общаемся с аудиторией очень плотно, напрямую и быстро. То есть, еще YouTube, знаешь, такая достаточно... Я думаю, ты точно об этом знаешь, потому что ты на YouTube сама. Что? Среда, где моментально приходит карма тебе, классно ты сделал или нет? То есть, люди моментально расценят. И, соответственно, если ты сравнила с такими уже, знаешь, мастодонтами от онлайн-образования, типа Курсеры той же, я думаю, что они постепенно сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и университеты реальные. Та же самая потеря скорости и, соответственно, бюрократия. Потому что... Почему я так считаю? Потому что мы... У нас даже у самих компаний, естественно, с ростом начинает появляться какая-то бюрократия. И, понимаешь, вот этот баланс, чтобы сильно не забюрократизировать и при этом давать всем клиентам нужный уровень качества, вот этот баланс мы до сих пор его держим. И у нас много дебатов, споров внутри компании, как сделать лучше. Но я думаю, вот именно то, что мы держим руку на пульсе и этот баланс успеем сохранять, вот это вот наше и есть, я думаю, главное конкурентное преимущество. То есть мы до сих пор отслеживаем все новое и стараемся ее максимально быстро внедрить в программу. То есть у нас каждый новый поток обновляется каждые три месяца. И, соответственно, он уже с изменениями, которые успели поступить за эти три месяца на рынок. Поскольку ты сам пропагандируешь онлайн-образование, как насчет тебя? Изучаешь ли ты что-то? Что? Где? Как? Именно по программированию ты сейчас спросила, да? Нет, вообще просто что ты изучаешь. Я не знаю, может быть, по менеджменту, может быть, по организации времени. Сейчас, да, я вот все больше углубляюсь в менеджмент и бизнес, поэтому сейчас все, что я изучаю, в основном связано с этим. По программированию я просто слушаю некоторые подкасты и читаю, соответственно, ресурсы, где в основном западные, где я отслеживаю новости. А так большую часть времени я изучаю менеджмент и маркетинг, менеджмент, и, соответственно, построение бизнес-процессов. Вот в это я углубляюсь сейчас. И все это я делаю тоже онлайн, тоже через интернет. Вот не знаю, наверное, не буду какие-то конкретные фирмы сейчас говорить, там называются, которые тоже занимаются как раз вот этими отраслями в интернете на русском языке. Но я их смотрю, изучаю, прохожу их курсы, и мне этого пока что хватает. То есть информации у вас только. Еще ее надо переработать, переработать. Поэтому я онлайн-образованию не изменяю. Это до сих пор мой основной источник знаний. Ну здорово, да. Я знаю, что существует и по себе я знаю, и знаю по своим подписчикам. Есть одна большая проблема в онлайн-образовании. Это то, что часто люди не доходят курс до конца. И я загуглила статистику, которая говорит, что если курс бесплатный, то его доводят до конца меньше 10% людей. Если он стоит 50 долларов, то 80%, ну там от 50 долларов. Это и есть секрет вот этого прохождения до конца? То есть если бесплатно, ну поскольку ты в принципе имел отношение вот к ютуб-каналу, где есть бесплатные уроки, да. И ты, я знаю, точно можешь посмотреть глубину просмотров, да, какой там их смотрят и так далее. И опять же я думаю, что у вас есть статистика по школе, по прохождению курсов. Вот есть ли разница? Конечно, есть, да. Разница есть, но это не секрет, вот как ты сказала. То есть даже на бесплатном люди все равно до конца не доходят. Это можно легко просмотреть, даже вот если ты откроешь на один из наших популярных бесплатных курсов основы программирования. На лублог зайдешь и увидишь, что там первые ролики очень много людей посмотрело. И чем ближе к концу их меньше. Соответственно, когда начинаются какие-то сложности, задания, там домашки, их надо делать, то все больше и больше люди прям срезаются пластами. То есть когда это какая-то развлекуха там поначалу, к примеру, что ты просто смотришь, что можно там, не знаю, с чипсами, с пивом смотреть и потреблять информацию. А когда нужно уже садиться самому делать, люди срезаются везде. Неважно, это бесплатно или платно. Соответственно, это основная проблема, но я думаю, что это в целом проблема образования в самом широком смысле. То есть не только онлайн. Потому что в университетах, если мы сравним статистику, я думаю, так же до конца доходит очень мало. Я не знаю, ты же училась в университете, правильно? Ты помнишь, допустим, первый и второй курсы? На втором курсе уже очень много людей не приходит. Они отчисляются или их отчисляют? Ну да, в целом да. Но мой вопрос был больше в том, что касается платного и бесплатного. То есть насколько эта статистика отличается в платном понимании? Потому что обычно, если ты заплатил, тебя жаба душит, надо пройти этот курс. Так это или нет? У нас показала статистика, что действительно разница не очень большая. Что даже когда люди платят, они все равно не все до конца доходят. То есть это вот, мне кажется, как знаешь, закон Паретта 80 на 20. То есть он как ты людей не дели, заплатили они, не заплатили они. В любом случае они вот рассеиваются в какой-то такой градации. То есть что мне кажется 20% доходит до конца, и это успех супер будет. То есть если какая-то школа тебе скажет, что вот прям 20% дошли до конца, выполнив все задания и получив диплом, я думаю, что это прям супер школа. И надо прямо так скептически отнестись и посмотреть, и проверить, правда ли это. Потому что реальность такая, что меньше до 20% доходит. Я это знаю не только по нас и по некоторым нашим конкурентам. Потому что действительно задания сложные, и просто не все люди справляются. Потому что люди в основном учатся же, совмещая работу основную с учебой. То есть они приходят и вечерами начинают учиться. Поэтому не все выдерживают. Конечно же, как и у нас, так и, я думаю, много где можно потом курсы пересматривать. То, что все записи остаются, ты можешь проходить самостоятельно сам. И точно есть люди, которые уже после окончания курса сами догоняют. И в итоге вытягивают свои знания. Но большинство, конечно, если они вначале начали отставать и забивать, то, скорее всего, они уже не возвращаются. Вот поэтому точно я тебе не могу назвать цифр. Вот прям, что вот в бесплатном такая цифра, а в платном такая. Но мне кажется, это приближенно к этому закону 80 на 20 везде. То есть это больше, знаешь, о какой-то внутренней мотивации людей. И, естественно, мы работаем над тем, чтобы все время новые какие-то придумывать способы мотивации людей. Это и улучшение админки, это и улучшение фактора наставников, которые работают индивидуально с людьми. Это и какие-то, знаешь, то, что мы уже давно хотим внедрить. Пока что этого нет, но хотим. Какие-то факторы геймификации, чтобы люди могли, как-то, знаешь, какой-то спортивный интерес у них тоже появлялся. То есть сам процесс обучения – это тоже искусство. как сделать так, чтобы человек не заскучал по пути и дошел прям до конца, при этом учитывая все различные психотипы людей и мотивации людей. Потому что всех по-разному что-то мотивирует и что-то цепляет. Поэтому это такой бесконечный процесс, я думаю, на котором точно надо работать. Но вот ты сказал, что факт преподавателя. В теории же, в принципе, всю информацию сейчас можно добыть в интернете. Единственная проблема, может быть, не единственная, но важная – это как ориентироваться в этом пространстве, что учить, как составить себе программу. То есть это то, что, в принципе, дают вот онлайн-школы. Есть ли какие-то еще преимущества обучения с преподавателем? Во-первых, я с тобой абсолютно согласен. Мы вот, видишь, с этого и начинали тоже. Мы продолжаем делать лоу-блог, где все абсолютно бесплатно. И на самом деле там есть очень большое количество знаний, которые если ты изучишь сам, то ты уже можешь идти работать. Но люди все равно идут покупать платные курсы именно как раз за счет того, что людям нужен наставник, им нужна обратная связь. Потому что я это вижу как? Что, идя на курсы, вообще неважно какие, идешь ты в университет или онлайн, у тебя гораздо больше шансов получить, добиться своих целей. Потому что, первое, ты попадаешь в среду. То есть среда всегда влияет, знаешь, смотря с кем ты общаешься. Если ты общаешься с людьми, у кого одни интересы, то ты среднестатическая тех людей, с кем ты общаешься. Поэтому если ты попадаешь в среду, где все изучают веб-программирование, то ты хочешь не хочешь, начнешь это изучать. Потом, естественно, это все зависит от твоей уже внутренней мотивации, как долго ты предстоишь. Дальше, помимо среды, естественно, должен быть наставник, которому ты можешь задавать вопросы, получать обратную связь и честно понимать, ты растешь или нет. И, соответственно, не тратить время на то, чтобы искать ответы самому. То есть это экономия времени. Конечно, ты можешь научиться все сам. Вообще, это точно факт. Но сколько ты на это времени потратишь? То есть сейчас я понимаю, что я обращаюсь сам к каким-то курсам и изучаю то, что мне нужно именно для того, чтобы сэкономить время. То есть это люди, которые за меня уже переработали тонны информации, как структурировали ее, убрали все лишнее и выдают мне. И, естественно, так я научусь тому, что мне нужно, гораздо быстрее, чем я буду сам, пробуя, спотыкаясь и растягиваясь этот процесс. Ну и, соответственно, конечно, третий важный фактор – это человек, который тебе преподает. Вот то, что лично меня зацепило, когда я тебе начал говорить в онлайн-образовании, что очень многое зависит от человека, который преподает. Одну и ту же информацию можно выдавать суперсухо, суперскучно и вообще так, что ты подумаешь, да ну нафиг, я вообще никогда не хочу этим заниматься. И ту же самую информацию можно подать так, что ты увидишь, что за этим стоит, какой вообще большой смысл раскрывается, какие возможности, если ты это изучишь. И то есть вот сама подача, сам человек, который зажигает – это очень важно. Вот поэтому если есть люди, у кого внутри есть этот огонь, кому не нужно, чтобы его разжигали, тогда да, он может все сам. Но если у него этого нет, то очень круто пойти к кому-то, у кого он есть, и который тебя зажгет. Ну да. Мотивация – это большое дело нынче. Все на этом строится. Как вы отбираете технологии, которым учить? Мы не учим тому, что нам кажется прикольным. А что конкретно нужно рынку? Мы учим четырем направлениям – это веб-программирование, веб-дизайн, интернет-маркетинг, разработка мобильных приложений. Что тебя вдохновляет, что тебя мотивирует? Кормит свою семью, у него пару детей, и у него все классно. Никогда не делайте бизнес и не работайте с родственниками и друзьями. У нас есть кодекс, знаешь, как кодекс братана. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...